Всем доброго времени суток. Один из частых сокетов на моем канале это сокет 1155 и могу заверить вас друзья его рано списывать со счетов. На этот раз в этой сборке нет серверных процессоров и чтобы немного освежить это железо собрал все в новый и красивый корпус. Все ссылки как обычно будут в описании, да можно было собрать на новом райзене или еще на чем, но у меня было это железо и поэтому именно эта сборка и получилась. Из нового сборки корпус и ssd накопитель, все остальное можно достать на алиэкспресс ссылки будут в описании, на вторичках типа авито и юла. Покупал я как-то платформу с материнской платой, процессором, оперативками и блоком питания в комплекте, почти готовый системный блок. Вот его и решил пустить вход и сделать полноценный компьютер, но потом понял, что это не обязательно и просто собрал красивый системный блок для продажи. Хотя для полноценного ПК у меня все имеется и монитор и периферия, ну в общем все, но в основном покупают просто системник и смотрят на его внешний вид. Вот нужно покупателю, чтобы он был светящимся, то есть не простой обычный офисник и хотят слышать фразу, что игры тянет. Ну вот в принципе таким он у меня и получился и когда говорят, мол корпус можно и простую коробку из-под бананов, это все ерунда. Лишь единицам не интересен внешний вид, и если собрался брать ПК для игр, все равно глаза будут хотеть видеть красивый корпус, а не ящик для бананов. Вот что вы думаете по этому поводу? Мне интересно ваше мнение друзья, пишите в комментариях, буду с огромным интересом читать их. Ладно, что-то от вступления и пояснения у меня затянулось, перейдем непосредственно к тому, из-за чего мы тут и собрались, собственно говоря. И начну пожалуй с основы сборки, и это конечно материнская плата, или основа это процессор, не уверен точно, в общем пусть будет материнская плата. А еще лучше расскажу обо всем комплекте сразу, это материнская плата форм-фактора micro ATX, которая может похвастаться лишь наличием портов USB 3.0, и все наверное. Процессор Intel Core i5-3450, третье поколение, будет работать в PCI-Express X16 3.0, а он на 4 ядра, 4 потока, базовая частота 3,10 МГц, буст до 3,50 МГц. Оперативной памяти в системе 8 ГБ, две планки по 4 ГБ соответственно, работает на частоте 1333 МГц, фирмы не помню какие, но это не принципиально важно. Охлаждать камень будет Gamma Archer, и он с этим делом справится очень даже просто, так как TDP у i5-77 Вт, а кулер умеет рассеивать мощность в 95 Вт. В роли видеокарты выступит моя любимая из бюджетников GTX 960 на 2 ГБ, у меня есть несколько сборок с этой картой, где о ней рассказываю подробно. Ссылка на один такой выпуск в правом верхнем углу, также есть и 4 ГБ версия этой карты, смотрите мои прошлые выпуски. Мне эта карта очень нравится, я ее приравниваю к 1050, а какая у тебя любимая карта из бюджетников, пиши в комментариях и заодно досмотри этот мой выпуск. Может у тебя поменяется мнение, если она конечно тоже не GTX 960, правда хочу посмотреть на возможности 970 и 980, ни разу не сталкивался к сожалению. Кстати это 960 и еще несколько были куплены с Алиэкспресс, и причем уже около года тому назад, и все прекрасно работает, ссылки будут в описании. Ну а теперь блок питания, и он от фирмы Аккорд на 500 Вт, не очень-то и хороший блок, по 12 вольтовой линии у него вообще 355 Вт, ну этого хватит. Из приятного у него есть все необходимые выходы, для видеокарты и даже 8 пин для процессора, хотя он тут и не нужен, но провода короткие. Накопители в системе 2, уже по традиции, это SSD от Kingston A400 на 120 ГБ и жесткий диск от Seagate, кажись, на 500 ГБ, обыкновенный винт с 64 МБ кэша. Ну и корпус друзья, и он от фирмы First Player, модель Rainbow R3A, радуга короче, видимо из-за полос с подсветкой на передней панели. Каленное и затемненное стекло сбоку, пылевые фильтры наверху и под блоком питания, кстати он располагается внизу. Подсветка имеет несколько режимов, также на задней панели есть вентилятор на 120 мм, тоже с подсветкой, и все это смотрится гармонично. Вот действительно, что еще нужно, и стильно, и красиво, и строго, и стекло каленое, и подсветка, и что самое главное, все это в совокупности дешево. Естественно не о каком бэкплейте речи тут и нет, ну в красивой укладке проводов с обратной стороны корпуса, так как провода короткие, наращивать не было никакого желания. Видимо я забыл сделать бенчмарки карты и процессора, которые всегда делал, Sinebench R15, E20 и Farmark, и их в этом выпуске не будет, сразу перейдем к тестам в играх. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И пусть первая игра будет World of Tanks, старая добрая картошка, клиент игры SD настройки, в основном на высоких разрешениях Full HD. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну в принципе отличные результаты, этого и следовало ожидать, минимум 80 с лишним кадров, максимум 100 с лишним и в основном же 90. Движок Core хорошо оптимизирован, а теперь движок CryEngine и игра Warface, настройки на высоких, разрешение все так же Full HD. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тут я ожидал подобного результата, то есть где-то около 100 кадров, 80 с лишним минимум, в основном 90 с лишним и иногда все 100 с лишним кадров. Ну а теперь старая и все же очень актуальная GTA 5, настройки на стандартных я в принципе ничего трогать не стал, разрешение только поменял на Full HD. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бенчмарк запустил, пусть он все и покажет, так как сам в эту игру не играю, и игровой процесс у меня нулевой. Игра идет в 60 кадров, в пределах этого результата. Давно не было в тестах PUBG, а вот и она, глянем что тут будет. Настройки на низких для большего комфорта и разрешение Full HD, полный экран и без рамок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В основном 80 с лишним кадров, иногда и все 100 с лишним. Но вот текстуры что-то не подгружались, видимо из-за того, что процессор нагружался на все 100%. А теперь что-то попроще и это CS GO. Многим интересны и такие простые тесты. Настройки автоматически на высоких, разрешение Full HD. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю в чем проблема, но игра не хочет запускать мониторинг. Да и панель задач висел внизу и все же игра шла без тормозов и плавно. ФПС наверное был не меньше 60, я так думаю. Переходим к другому проекту и это Far Cry 5. Игра очень интересная, всем советую, кто не играл еще. Настройки на низких в разрешении Full HD. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тут я решил запустить встроенный в игру бенчмарк. Он на 100% не сможет передать и все же за результат взять можно. И минимум 50, в среднем 55 и максимум 63 кадров. Ну и последняя игра в этом выпуске Just Cause 3. Естественно и это и все игры официальные. Настройки на высоких и очень высоких, разрешение Full HD. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игра очень интересная. Очень даже хорошо идет и все же фпс не очень и высокий. Самое низкое значение было 40 кадров, в среднем 45-50 кадров. В принципе это все игры, которые есть у меня на жестком диске. И которые я могу, а точнее успеваю тестировать. Надеюсь вам помогут эти тесты. На этом мой выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok